Восхитительно, что у людей есть знания, предшествующие их существованию, которые бросают вызов очевидности реальности. Но они так сильно дорожат этими знаниями. И одно из таких заблуждений – это понятие креационизма, или фактически сенатор Марко Рубио, который, возможно, является разумным и интеллигентным человеком, может быть даже образованным. Спросили, какой возраст Земли? И, в конечном счете, возможно, потому, что действительно верил в это, или потому, что он пытался вызвать к своим избирателям, он начал настаивать на том, что мы совершаем большую ошибку, и мы должны учить детей обеим теориям, и то, и согласно которой Земле 6 тысяч лет, и другой, по которой Земле 4 миллиарда лет. И если вы думаете, что всякое случается, и мы не должны оскорблять религиозные верования, вынуждать детей познавать и понимать реальность, если вы так считаете, то оскорбляйте тем детей. И если вы поразмышляете об этом, то поймете, что пропагандировать в школах, что возраст Земли составляет 6 тысяч лет, это то же самое, что учить детей, что протяженность Соединенных Штатов составляет 17 фунтов. Вот насколько велика ошибка. Вы можете заметить, что множество людей верят в это, так почему бы не позволить им предоставлять свои взгляды в школе? Ну, как я часто говорю, цель образования состоит не в том, чтобы подтверждать невежество, а в том, чтобы преодолевать его. 50% людей в США, когда мы проводили ежегодный опрос с помощью Национального научного фонда, считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Затем мы задали второй вопрос, Земля вращается вокруг Солнца, а для завершения этого цикла ей необходим один год, верно или нет? Почти каждый год 50% людей утверждали, что это неправильно. Итак, означает ли это, что мы должны позволить антигалилеевским и антикоперниковским о том, что Солнце вращается вокруг Земли, преподаваться в школах? Конечно нет. Таким образом, сам факт, что люди не знают таких вещей, и тот факт, что многие предпочитают верить, что Земля 6000 лет, означает, что нужно лучше обучать школьников физике и биологии, а не хуже. И чего мы не хотим, в последнюю очередь, так это того, чтобы в школах перестали преподавать биологию, поскольку некоторые не признают теорию эволюции. Эволюция является основой современной биологии. И фактически, если многие не верят в нас, это лишь означает, что нам нужно лучше обучать молодое поколение. Итак, я повторяю, цель образования заключается не в том, чтобы подтверждать невежество, а в том, чтобы преодолевать его и превозможить ситуацию, ситуацию, когда сенатор Соединенных Штатов может произносить такую чушь безнаказанную, жизненно важную для здорового будущего нашего общества. Технологии и биотехнологии останутся основой нашего экономического будущего. И если мы позволим пропагандировать в школах всякий вздор, то сослужим плохую службу нашим студентам и нашим детям. И они гарантированно потерпят крафт в конкурирующем мире, где все зависит от квалифицированной рабочей силы, способной понимать технологию и науку, и заставлять их служить себе. Спасибо.